Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Матфея 6 глава, 1 стих. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам наградой от Отца вашего Небесного. Толкование блаженного Феофилакта. Возвесший к самой высшей добродетели любви, Господь восстает против славы, которую обыкновенно сопровождаются добрые дела. Если ты творишь дело милосердия и пред человеками, но не с тем, чтобы на тебя смотрели, не будешь осужден и не потеряешь мзды. Но если делаешь то и счиславие, то потеряешь награду и будешь осужден. Хотя бы делал то и в клетке своей, Бог карает или увенчивает намерение. Толкование закончилось. Здесь, кажется, все понятно. Но, оказывается, и здесь сумели перевернуть по-другому. Вот не твори милости неоткрыто, не молись открыто. Лев Толстой толковал так, что общественные богослужения не нужны. Почему? Это на показ. Священник выходит на показ, патриарх на показ. То есть он все так понимал. Ну а как это сделать так? А на другое место говорит, дабы люди не может укрыться город на вершине горы. Дабы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного. Речь идет о счиславии. Не счиславиться этим. Вот весь сказ в чем. А как его сделаешь? Меня неоднократно священники хватали за это. А вот вы пленки насчитали. Ну это еще старые времена. А вот все люди вас слушают, а гордость не подходит. Вот вы даете знать, что у вас есть. Ну а как я не буду давать знать? Ну допустим, я издал книги. Переиздал. 38 томов. А как я их распространю? А как я до людей доведу? Ну вот мы сделали маленькие визиточки о нашем сайте. Ну сайт 3W к истине 1 народ.ru Вот наш сайт во свете Библии. Православный и библейский сайт. А как я буду прятать? Вот наш форум. Православный форум Игнатия Лапкина. Ну здесь море информации. Вот я смотрю сейчас, сколько на сегодняшний день. Ну на сегодняшний день только. 1442 темы. Темы. Там тысячи роликов. Ну а как не дать знать? Ну а Mail.ru. Вот покажу Mail.ru. Вот она сейчас здесь. Это около 4000 фотографий. Более 1000 роликов наших, конкретно наших. Когда-то я начитал Библию. Она в интернете стоит. За это арестовывали. На сайте 50 книг мной начитаны. 12 томов. Иоанна Златоуста в аудио. 12 книг. Жития святых по Дмитрию Ростовскому. 5 томов. Добротолюбие. Григорий Диченко. 4 книги. А они почти по 900 больше страниц. Значит. Тот, кто говорит, чтобы не знал, это ясно, что не от Бога. Ну кому не надо, тот и не считает. Прятали свои дела очень хорошо монахи. Их так научили. Были огромные таланты. Такая грамота, с которой никто не мог сравниться, как Арсений Великий. И вдруг он слышал. Беги, укрывайся, таись, спасайся, этим спасешься. Бросил, все, ушел. Он один на две империи такой был, который знал духовное и мирское. И астрономию, и математику, и все тогдашние науки. И однако все бросил, ушел, ни с кем больше не разговаривал. Ни с кем. Придет там раз в месяц в храм, в лесу закроет своим куколем и все. А что-то от Бога. А где же тогда о зарытом таланте? Никто пусть не знает. Не счислався. А то можно и так. Один пятачок подать, да и разделить и на двоих, да в газету дать объявление. А другой все имение раздал, ничего нет. Слава. Считаешь ли ты это, то, чтобы тебя за это прославляли? Конкретно причина, цель какая? А так молиться нельзя на углах улиц, ибо они думают получить похвалу. А сегодня на углах улиц тебе такое дадут, что ты не захочешь. Я вот был в мечети молился, пришел, поклоны делаю. Молюсь, земной поклон. А какие взгляды-то на меня? А там сидят вдоль стен с бородами, может они все ваххабиты. Может ты не выйдешь отсюда. Надо же конкретно смотреть, а не просто обвинять. Мне нельзя не делать, чтобы мне было известно. У меня огромное сокровище на сайте, такое, которого нет во всем мире. Нигде этого нет. Библия вся, 77 книг с неканоническими. Ну и как я скрою, когда должен показать людям путь к истине, к свету. Там встречи, которые у меня были, аудио, беседы с Дмитрием Дудковым, беседы с Александром Менем. Это все скрывать надо. У меня огромное сокровище, целый архив Александра Пивоварова, протоиерея, кандидата богословских наук. Это Божьей милостью, великий был проповедник. И подбивают, чтобы это скрыть иначе счастливы. Это от Лукавого. Помню, у меня здесь как-то поставил я, в Мейл.ру его испортили, сейчас не направить, ничего. А тогда было одновременно, у меня 10 тысяч друзей, я на 10 тысяч мог отправлять до 10 с фотографией сразу. А сейчас ничего не сделаешь, ни на одного никуда. Почему? Потому что гадили, там Путина за решеткой показывали, всякую беду там, разврат. Ну и власти даже, кто-то руководит этим Мейл.ру. Ну и приняли вот такие меры, ну и с ними вместе под гребелку под общей-то и нас подгребли. Я добрые не могу нигде послать. И вот в учебниках для Закона Божьего показано, как креститься. Тремя перстами, двумя ли. А тут люди не знают, а как креститься. Я показал, как креститься. На лоб, на чрево, точно на правое плечо и точно на левое. Как завопили. В другом месте, как святые распростершись на земле крестообразно. Я показал, как. В другом месте, еще показал, как поклон делать, чтобы поклониться так, чтобы рука могла после крестного знамени, чтобы рука могла поклониться, ноги-то не подгибать, рука пол достать. Не надо доставать, прижмли ее к себе. В другом месте, что такое воздевает мужи руки без гнева и сомнения. Показал, как руки поднимают, как их держать. Как? Я считаю только так. Как можно кверху, над головой, не растопыривать по сторонам и руки держать так вот ладонью. Когт завопили. Да молитва. А там вместе. Да еще кто-то вас снимал. Да я на коленях показал. Что такое колено преклоненная молитва. Я показывал, поясняю им пока. Ну, почему вы не восстаете, чтобы в учебнике показано как? Так или так. Католик показывает пятью. Я говорю, что двуперстий, троеперстий элемент ереси. А правильно крестятся католики пятью пальцами, пятером, потому что речь касается вещественного креста. А на кресте не мог умирать ни бога-человек, ни троица. Тут понимать-то ничего не надо, я не знаю. Вот повторяют друг за другом, говорят, лжепророки крадут друг у друга сны свои. Так и здесь. Вопль, тайна. Ну, как тайна-то? Я и показал как. Что такое? Я вопию к Богу. Показали, как молиться. Утреннее богослужение сняли. Почему на патриарха не нападаете? Открыто молятся, выходят, благословляют. Епископы, и они съемки эти ведут. Вот почему не на них не нападаете? А на меня нападают? Да я не против. Значит, с чего-то я стою, если нападает. Но главное все это под эгидой того, что надо тайна. Да я знаю, что они не молятся, те люди. Когда я вел занятия в университете, у меня большие иконы, они выставлены. Ну, там доска, где мел кладут там. Христос, с одной стороны Богородица, с другой Никола Чудотворец. Записка. У вас икона стоять неправильно. От Христа справа надо Николу. Я говорю, у меня это было. Я переставил. Все, я знаю, кто эту записку написал. Больше он не придет. Опять записка. Вот так надо. Я говорю, хорошо, я ставлю. Но кто сделал, не придет. А я уже знаю, кто сделал. И больше они никогда не приходят. То есть, они ищут, где ткнуть. А сами-то ничего не делают. Я никогда не видел, в каком порядке стоят иконы, церкви, иконостас, ярусы, да Иисусный чин. Вообще не вижу, не знаю, когда открывают двери. Хотя я все это проходил, готовился быть священником. И наизусть это все знал, всю службу. Но когда понял, от Бога получил ответ, что это не мое, а я должен страдать, быть благовестником-миссионером. И я 50 лет на этом поприще. И что? Благодарю Бога за гонение, за поношение. Ну, непрерывно оно. А для меня это никакой роли не играет. Я знаю истину. И спорить ни с кем не собираюсь. Кто знает, тот не спорит. Спорит тот, кто ничего не знает. Знающий возвещает. Христос не спорил, с ним спорили. Апостолы не спорили, но с ними спорили. Люди даже этого не понимают. А какая разница-то? Какая разница? Обоюдная драка, когда друг друга ударили. А когда он меня ударил, а я сложил руки, молюсь, вторую щеку поставил. Это называется избиение, нападение, повреждение. Но не драка. Драки не было. Не было драки. Так и здесь спора не было. Я никогда не спорю. И вот заходит кто-то и начинает, мощи надо. А то вот святые отцы говорили. Я могу материал показать, где у меня написано мощи. Вы не можете никакими святыми отцами о мощах прикрыть то, что сказал Господь. Прах-то и в прах возвратишься. Этого никто не отменял. А что, резать, крошить, фаршировать в антиминцы? Нет этого. Я советую. Говорю, прошу. Изъять все мощи. И счастье с песнопениями достойно их похоронить. В прах возвратить. А не коснись и делать в вине. Мыть. Отмывает каждый. Это все язычество. Самое неприкрытое. Что вот я убью. И он храбрый был. Я его сердце съем, и я буду такой же храбрый. Да ничего там не будет. Как Иосиф этот, Муньос, таскался с миротащивой иконой, пока не убили. Ни иконы нету, ни его нету. Икона, она есть у меня, и есть все углы в иконах. Ну, я к ним не лезу. Просто я показываю, что эти люди были. У меня изображение Сексинская Мадонна. Да какая-то католическая. Да мне какая разница. Это спаситель на руках. Хорошая картина. Дальше. Матфея 6, глава 2 стих. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истину говорю вам. Они уже получают награду свою. Толкование блаженного ферфилакта. Говорит так, не потому, будто лицемеры носили по себе трубы, но чтобы более опорочить их намерение. Так как они желали, чтобы об их милостыне трубили. Лицемеры суть те, которые в сердце своем не то, чем показываются. Так они кажутся милостыми, но на самом деле не таковы. Они показываются милостивыми, чтобы видели их другие. Их хвалят. И посему они всем самым получили всю свою награду от людей. В семье самым получили всю свою награду от людей. Ну вот, понятно. Это они трубы награду получать. Какая награда? Если я свидетельствую о Боге, если я проповедую, веду среди разных вероисповеданий, много в основном ресистиктантов, да какая мне награда от кого? Если я сказал о неправде, которая царит в патриархии, в старообрящести, но меня только бьют они за это, я им молюсь с ними, признаю. Нет, вы не должны с ними молиться. Зачем ты определяешь? Какие рамки? Господь нигде не говорил, что нельзя молиться. Пророк Илья молился там, где вааловы жрецы были. Но он не согласен был с ними. И он возвал к Богу и победил их. Где не посмотришь, действительно, как Петр I говорил, как от себя что скажут, дабы дурь каждого была видна. Одна дурь какая-то лезет. Но Евангелие говорит, тысячелетнее царство сектанты проповедят на земле будет, а после тысячелетнего кто-то воскреснет. Кто? Праведники воскреснут за тысячу лет? А Господь говорит, я воскрешу его в последний день. Последний. И начинает слово последний, перед чем? Последний. Судить буду в последний день. Ничего не понимают. А за что? За упрямство, за гордость, за противление. За все это Бог позволяет, чтобы человек в заблуждении проплыл в свою жизнь. Нет главного качества смиренно-мудрия. Ну, Бог сказал вот, ну ты услышал это дело, прими его и начинай выполнять. Что тебе до того говорит? А ты иди. Ну, он как понимает, так и понимает. У него такая участь. Дофана, Верона и Корей. Они пристали. А кто вы такие? А чем вы хуже других? Чего вы над нами командуете? Вот это сектанты все так. Участь сектантов, Дофана, Верона и Корей. Живьем в ад. И не надо говорить, что это не так. Они решили от общества израильского делиться. Ты один раз прочитал, все, все секты умерли. А что? Получить законное рукоположение. От Моисея они ничего не получили. Так и сегодня нет хератонии. И поэтому вне церкви нет спасения. Я любое дело должен рассмотреть во свете Библии. Дальше. Матфея, 6 глава, 3-4 стих. А у тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Толкование. Не с преувеличением сказал так. Если можно, скрой и от себя самого. Или так. Левая рука принимается за тщеславие, а правая за милостынем. Итак, милостыня пусть подается без тщеславия, дабы тщеславие не украло твои милостыни. Когда воздаст? Тогда, когда окажется вся нага и объявлена. Тогда наипаче и прославишься ты перед всеми небесными силами и святыми. Даниил, 7 глава, 10 стих. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Толкование закончилось. Вот мы все в тщеславии заключается. Вот мы проехали, допустим, подарили книги библиотеке нынче на 4 миллиона. Я не скрываю это, говорю о чем. А побуждаю других к подражанию. А не так, что даром получили, написано, продаже не подлежит, заклеили это дело. И втридорого продают прям в храмах тут же. В Библию Лопухина. Я сам покупал. У меня оклад был 72 рубля, а Библия 300 рублей. Попробуй, купи. Я не должен ни пить, ни есть. Они бесплатно поступили к тысячелетию крещения Руси. Вот где. И все это скрывают. А мы должны сказать, во-первых, я это от Бога получил, и говорю других, побуждаю к подражанию. Не жалеть ничего для своего народа. Это мой народ, моя страна. Это мои слова. И для них я не исчижу, растощаю все. Но как тогда тайно. Да тайно, когда милостыне это делают. Еще ты другое-то выставляешь. Слово Божие. Мы раздали вот по деревням за два года 30 тысяч Евангелий. Мы говорили, да, конечно, подражаем Христу. Ничего этого не скрываем. Сколько, прямо говорит, столько-то человек накормил, 12 коробов осталось. Так это тщеславие. Дурь одна в этих словах. Тщеславие. Показано величие, чудо Божие. Мы ничего не имеем. И величие, чудо Божие. 444 города проехали. И районы, и центры. И подарили на сколько. В общем, я посмотрел, больше 15 тонн литературы раздали. Раздали бесплатно. Почему? Бог благословил. От тебя и тебе все вернулось. А тут одно Евангелие достанут где-то и трясутся. Мы еще поехали, опять достали. Нашли где священника. Сколько надо? Он говорит, а сколько у вас есть? Ну, несколько сот, несколько тысяч. Измеряй. И мы только успевали таскать. Поставили, уехали. И на этом все. А он там нашел, что я ему сказал, православие не могло издать эти Евангелие от Иоанна к римлянам. И поэтому... Но оно с синодального издания. А кто издал? Да какая тебе разница, что на мешке напечатано? Что в мешке надо смотреть? Меня не интересует, а на суде сказал он с тобой. Меня не интересует, звезда или свастика. Мне главное, что в котле варится. А это живое, святое Евангелие. С синодального. Написано с синодального издания. Это не всемирный перевод. Это подделка иеговиста, свидетелей иеговы. Их нужно правильно называть лжесвидетели под именем иеговы. Чистое, святое, его надо давать и о делах Божьих говорит, возвещать. Это дела Божьи. Он мне дал, и я вернул их ему. Все. Надо делать тайно. Помешались на этом тайно, а ничего не делать. Я говорю, тебе что тайно-то? На ухо-то шепни, чтобы знать. Да ничего нет. Когда валяешься пьяно, почему ты не тайно валяешься? Когда при Любодейке дом построят и прочее, почему ты тайно это не делаешь? А вон они, Юсуповские дома-то, где стоят в Санкт-Петербурге? Все перепутали. Дальше. Матфея, 6 глава, 5 стих. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, толкование. И сих называют лицемерами, потому что и они только кажутся внимательными к Богу, а на самом деле внимательны к людям, от которых и получают мзду свою, толкование закончилось. Опять же, они получают награду. Почему эти слова то во внимание не берут? Какая тут награда-то? Я перекрестился, работаем на реконструкции города Искитин, Новосибирской области. На улице Пурга, тут вагончик, мы обедаем. Ну, пришло время пообедать, на обед. Ну, и достал там свой кусочек хлеба у меня есть с собой, распаренная свекла была. Я сижу и перекрестился за столом. А мужчина напротив сидит, чего тебе Бог, лишний кусок даст? Ну, какая мне награда? Он смеется, а рядом сидит, а этот за меня. А тебе какое дело-то? На меня говорит, ты не слушай его, дай ему в морду. А тот, кому мне, разворачивается, и который рядом со мной, того бьет. Мужики обоих схватили на улицу и на Пургу выбросили, там деритесь. Они еще здесь, тут повернуться негде-то. Ну, я доел в сторонку, в уголок, и давай Евангелие считать. Евангелие лезут, лезут и, ну, не дают считать. Я стал брать, то на английском возьму языке считаю, то на немецком. Начальник приехал, ему сказали, он Евангелие считает. Подошел, что читаете Евангелие? Убрать. Рупасов был. Уволю. Как вы уволите? За что уволите? За то, что Евангелие считал. Я награды-то не получаю ни за то, говорю, я за то срок получаю. Вот как, значит, пока еще смотрят, там о мощах, там где-то говорить по-писанному, там что-то еще получается. А как от себя скажут, одна дурь идет. Ну, знаете, вот, мы рассматривали сайт, он же чем-то напоминает евангельских христиан-баптистов. Ну, считает так. А в чем ты это увидел? Ну, как-то вот вы с этим не согласны, вот, что иконы, можно без икон спастись. Ну, иконы не идолы, я сказал. Что еще нужно? Не идолы. Но где-то написано, что без икон молиться-то нельзя. Ты покажи мне это. И что икон нет, то и спастись нельзя. Пришел, приехал старообрядец к моей сестре. А она в уборку делала, это иконы вынесла. Он покрутился. У вас и молиться некому? Она говорит, Саша, я в уборку делаю. Ну, а как я помолюсь? Она побежала, икону принесла, поставила. Вот теперь три поклона сделал. А икона-то у вас не каньянская. Я помолился, то есть осквернился, наверное, тут. Вот такое понятие, это языческое. Идолопоклонники самые настоящие. Дальше. Матфея 6, глава 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Толкование. Что же, неужели не должно мне молиться в церкви? Напротив, должно, только с чистым намерением, а не с тем, чтобы то видели люди. Потому что не место вредит нам, но внутреннее расположение и цель. Многие, и в тайне молясь, делают это для того, чтобы нравиться людям. Толкование закончилось. Вот стоит Симеон Столбник. Он придумывает, какие себе награды. Придумать. Какие награды? Для него награда тяжести разная. И он приковывает себя цепью к скале и стоит. Вот как я прикован. Епископ Милетий пришел, стоял, смотрел и смотрел. Говорит, да главное-то внутреннее Симеон-то. Надо внутренним намерением себя приковать, с миром не связанным. Тот подумал, цепь эту расковал и бросил. Внутреннее. С каким ты намерением это делаешь? Вот я говорю, бьются люди против десятины. Я услышал это 27 сентября 1962 года, когда я получил рождение с высшей и крещение Духом Святым. Моя жизнь переменилась. Я услышал о десятине. Я решил давать 9 десятин. И 50 лет так прожил. Зачем, говоришь? Подражание вызвать. А для меня это было в радость. А какая награда-то? Кроме поношения ничего за это нет. А куда вы деньги девали? Деньги-то были бы. Я много работал на трех работах. Я знаю, куда девать. Ну куда? Ну в церковь прихожу, я давал там сколько священнику. А остальные, допустим, 8 десятин, я давал баптистам. Подпольным. Так называемый совет церквей, которые подпольно печатали Евангелие и бесплатно раздавали, написано, продажа не подлежит. Там уже тысячи новых заветов за мои деньги вышли. Я тебе говорю, вызываю тебя на подражание. Куда деньги? Ты вопрос задал, я отвечаю. А что вы хвалитесь? Хвалящийся хвалить тем, что знает Господа. А я знаю моего Господа. Он во мне чувства вызывает не такие, как ты, когда обвиняешь. Я никого не обвиняю. Варнава, говорит, продал имение и к ногам апостола положил. Так открыто же положил. Это хвалство. Он должен был где-то через бан, через ипотеку может загнать ему. Внутреннее чувство. Радость. Я вот отдаю дорогой, на таможне не пропускают. У меня трехтомник Нового Завета. Он 75 евро стоит. Я пошел, подарил. Так это открыто делается, конечно. Я должен показать, какие иллюстрации. Блаженного феолакта толкования. Вот это самый Новый Завет. Вот цепляются за каждое слово, а сами не молятся, не постятся. Когда ближе познакомишься, я говорю, что ты ко мне прикапывался-то? Ну, а вот написано. Ты только узнал это, а я узнал другое. Хвалящееся, хвали с Господом. Я хвалюсь моим Господом, что он меня жестокого, негодного избрал. И все у меня отнял, добровольно я ему отдал. А что тебя ограбило, как серапион сидит голый? Он показывает книгу, оно меня ограбило. Вот это вот Евангелие. Благословен Господь. Дальше. Матфея 6 глава, 7-8 стих. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Толкование. Блаженовский Филакта. Много глаголов не есть пустословие, когда, например, молимся о чем-либо земном, о власти, славе и богатстве. Итак, ты не будь пустословом и проси того, что достойно Господа Бога. Не должен совершать молитв, составленных из многочисленных слов, а должен молиться не многими словами, но сердечно и непрестанно. Молимся не для того, чтобы научить его, но чтобы самим нам не увлекаться житейскими заботами, получить прощение грехов и великую пользу от собеседования с ним. Толкование. Ну, там много молений, старобрядчество, поговорите. Служба 3, 5, 6 часов, бывает даже больше. Почему эти места не читают? И что читают, никто не понимает. И вот счастнейший хирургим, славнейшую, непрерывно счастнейший хирургим, ну, уже узнали, радуйся, 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 бесконечно. Вот 40 раз, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, я был в семинарии, я говорю, а почему вы так считаете? Это не выражение, нельзя выражение, это твои чувства. Вот. Ну, какие же мои чувства-то? Хорошие мои чувства, если я говорю, Господи, будь милостив ко мне грешен, а Златоуз говорит, и мы умильно, слезами, позой, всем выражаем смирение перед Богом. Нет, не так. Вот у нас тут один считает, он просто хорошо считает, вызвали одного, он вышел, я говорю, ну, и как вы будете считать, помилуй меня, Боже? Он, значит, откачался, теперь он будет защитя, конырев, зев и лу по глазу. Помилуй меня, Боже, помилится милости Твоей, помножество чедрот Твоей, беззакония мои, наипаче, беззакония мои, греха моего, очистим, я говорю, а кому это есть? Вот так, чтобы не было чувства, а я у одного одни чувства, другие, а я когда так считаю, тогда у каждого будут свои, да ни у кого ничего нет, и думает, глупый ты парень, а ты прочитал, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и помножество чедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего. Вот у меня насчитанная псалтырь во всей Библии, и в интернете один выставил священник с Нижнего Новгорода, и говорит, я всегда считал, что на русском языке чтение псалтыря не вызывает умиления, но вот послушал чтение Лапкина Игнатия, многоточие, а потом Аннет, воскресательный знак. Мы с ним не встречались, я не знаю, как его звать, Аннет. Вот в этом нужно считать, когда ты считаешь, послушай, с каким выражением читает Ярл Николаевич песня. Вот эту музыку, когда она пускает, я как-то не воспринимаю. Артисты считают, артист, я признаю, все, что я кого слушал в интернете, все считают лучше меня, но почему-то все копируют мое, и говорит, я там послушал, видно, что артист меня это не касается. Почему? Ну вот я безыскусный, какой есть, я просто считаю и плачу на взрыв. И говорит, и мы, говорит, слушали, сидели, плакали. Почему? От отец Арсений такая книга есть. Я ее считаю и рыдаю сам. Я не могу удержаться, я плачу, я не могу. Вот я был сейчас в Беслане нынче, там интервью давать. Я не смог считать, у меня просто горло спазма схватили. Я представил, как эти дети были столько дней, как и стреляли, как падали, не кормленные, тут же испражняются и не думали, только сейчас стояли и смотрят на этих дядек, которые с автоматами стреляют. Женщины там убиты, 380 человек. Я не смог говорить. Но ты представь теперь, как будет ад, как будет суд Божий, как река потечет. Ефрема Сирина монахи упрашивали рассказать. Отче, расскажи, как это будет. Он говорит, зачем вам это знать? У него под глазами борозды были от слез, он плакал и плакал, и потом стал говорить, как небо сворачивается, как свита, как гробы разверзаются, как течет огненная река клокочащая, и всем надо пройти через нее. И как будет исследование всего. Тогда все эти наши придирки так друг к другу, как молится, что. Он так молится, мусульманин, научись у него молиться. Вот они все до одного склонились, как по нитке натянута. У нас этого не знают, где и как поклониться. Собери вместе хотя бы 5000 мужиков, как Дмитрий Смирнов говорит. сто-то не наберешь-то. Мусульманцы самое главное намаз с молитвом. Вот это доброе, научись. Так они открыто молятся, не тебе судить. Он делает это по закону, даже не зная о спасении жертвы Иисуса Христа. Ты поскорби о нем, о таком хорошем человеке, о таком ревностном, но он не знает, что возмездие за грех смерти, и должен умереть кто-то. Итак, благословен Господь. На сегодня пока хватит. Слава Господу нашему Иисусу Христу вовеки. Аминь. Сегодня у нас 9 октября 13-го года. Вот мы находимся сегодня в Барнауле, Ползунова 6. Считаем. Выключай теперь. Теперь мы откроем окошечки. Выключи-ка.